Вот известно, что, мы говорили с вами о том, для того, чтобы организм, клетка существовали в таком сложном строении, такие вот сложные функции выполняла, все время нужен приток энергии. Приток энергии не будет, клетка не будет функционировать. Так вот, посчитали, сколько энергии вырабатывается в клетке, сколько поступает, сколько там АТФ вырабатывается, все было посчитано. И оказалось, что если даже взять всю энергию, которая есть в клетке, ее не хватит даже для только одной функции работы насосов, которые вставлены в мембрану. Мы о насосах поговорим потом немножко. В общем, в мембрану вставлены насосы, которые качают ионы снаружи, внутрь, изнутри, наружу, то есть работают активно. Чтобы насос работает, нужно с того, чтобы вырабатывать. Так вот, посчитано, что нет такой энергии. Нет, в клетке не может быть такого количества энергии. И биологи как-то очень скромно эти вопросы заманчивают, потому что ответа нет, а теория мембранных насосов – это классическая теория, на которую ориентируется все. А вот Герберлинг объяснил, какие есть физические процессы, которые позволяют выполняться некоторым функциям без закраты энергии. И когда я начинаю смотреть, я понимаю, что, конечно, тут совсем энергии особо не надо. И в этом направлении у нас в лаборатории медицинской физики тоже проводятся некоторые исследования, и я вам потом буду эту лекцию читать, и в конце специально расскажу вам о экспериментах, которые у нас проводятся, и мы тогда вспомним Герберта Линка. Так что, кто захочет эту книгу, может, эту книгу может прочитать, и очень интересная книга. Так, и куда у меня опять делась папка? Да, папка, которую я открыла. Вот, а сейчас я говорю, что придется вернуться к первой лекции, которую я сумбурно прочитала. Я там кусочек выпустила, а сейчас мы к нему вернемся. Сейчас мы к нему вернемся. Сейчас я пролистаю, что у нас уже с вами было. Этот файл заработал. Это мы с вами начали с этого. Сейчас я покажу, что у нас материализм, металлизм. Вот, когда мы начали говорить о сущности жизни и материальной основе жизни, презентация была другая, поэтому кусочек выпустила. Надо отметить вот что. Две самые важные особенности, которые присущи живым организмам. Во-первых, все молекулы имеют углеродный скелет, и поэтому говорят, что у нас жизнь углеродная. Жизнь углеродная. Только живому присущи сложные молекулы, имеющие углеродный остров. Почему это? Сейчас я вам кратно расскажу. И второй... Там цифра 2 должна была стоять. Вода. И второй признак, вторая особенность – это вода. Основной компонент любого организма. Про воду мы начнем говорить сегодня очень подробно и закончим в следующий раз. У меня про воду лекция большая, на полтора часа, ну, на полторы лекция. Поэтому сегодня начнем, в следующий раз закончим. Теперь давайте про углеродный скелет. Что это значит, углеродный скелет, и почему углерод? Почему углерод? Углерод в таблице Менделеева, мы уже и так живых это увидели, это мы видели. Микроэлементы это я вам показывала. Вот углерод. Углерод является основой жизни благодаря тому, что он обладает несколькими особенностями. Ну, например, Менделеев, цитата прямо из работы Менделеева написана, ни в одном из элементов такая способность к усложнению не развится в таком мире, как углероде. Менделеев имел в виду, что углерод очень легко соединяет цепочки разной формы. Линейные цепи, разветвленные, может соединяться в кольца. Углерод четырехвалентный, четырехвалентный атом, значит, он может образовывать четыре связи. Либо с соседним углеродом, либо с какими-то другими элементами. Вот ни один элемент из таблицы Менделеева не способен образовывать вот такие вот разнообразные конструкции. И, конечно, это очень важно, потому что через пару лекций мы начнем химию жизни изучать на крупных молекулах органических. И там вы увидите, какие сложные скелеты у наших органических соединений. И вот я специально написала цифры, тоже нашла, что если взять всего лишь 20 атомов углерода, то это совсем мало, потому что наши молекулы, некоторые крупные, состоят из сотен атомов углерода. Но даже если взять 20 атомов углерода и 42 атома водорода, которые при соединенной эквивалентности, то можно получить, видите, цифра 366 тысяч, 319 различных углеводородов. Ну это по статистике как-то посчитано. То есть углерод может делать вот эти конструкции. Это очень важно. А то, углерод это маленькая молекула. Маленькая. Маленький элемент. У него маленький диаметр, небольшой молекулярный вес. И это очень-очень важно для того, чтобы построить сложную конструкцию. Но вы же понимаете, что если у вас маленькие кирпичи, вы можете очень сложную, красивую конструкцию собрать, здание построить. А если блоки крупные, ну и сделайте сарат. Ну как в пастулах. Чем меньше ячейка, тем сложнее картина. Поэтому то, что углерод маленький, это тоже очень важно. Затем углерод может образовывать вот эти сложные конструкции не только сам с собой. На эти свободные валентности могут присоединяться и другие атомы. В основном это водород, кислород, азот и так далее. Так, связи, которыми они образуют, соединяются, очень прочные. Это ковалентные связи. О связях мы прямо сейчас поговорим. Очень простые ковалентные связи. И, наконец, еще один момент. Несмотря на то, что связи прочные, углерод – это соединение, которое вписывается в круговорот веществ в природе. И поэтому эти связи могут легко деградировать в отриянии других органических организмов. Но вот смотрите, я здесь подытожила то, что сейчас вам говорила. Первая положительная черта углерода – атомы молы. Вторая – образовывать четыре прочные ковалентные связи. Третья – образуя углерод-углеродные связи, строя длинные углеродные сложные скелеты. И четвертая – может образовать кратные ковалентные связи. А также кислородным азотом про кратные я вам не сказала. Сейчас в картинке вернусь, покажу. Вот в правом верхнем углу видно, что между углеродами две полосочки, две двойные связи. Ковалентный сохраняется, но связь кратная. Это тоже важно. Мы потом с вами, я вам покажу, где играет роль вот эта вот наличие ковалентной связи. Ну и наконец, как я сказала, что несмотря на то, что связь очень прочная, очень легко эта связь разрушается под действием различных природных факторов и под действием других организмов. Именно поэтому углерод непрерывно, грубо вращаясь. В вращаясь здесь существует, даже схемы, развитые схемы. Круговорот углерода в природе из мертвого, в живое, снова в мертвое и так далее. То есть вот углерод – это особенность нашей жизни. Про воду поговорим попозже. А сейчас я хочу вам напомнить вещи, которые вы наверняка знаете. Но тем не менее, поскольку они играют большую роль для живого мира, живой природы, и нам это понадобится в следующем материале, мы очень кратко с вами вспомним. Для структуры живых систем имеет значение не только, какие атомы, молекулы вошли в органические вещества, но также важно и то, какими связями они соединены между собой. То есть связи и взаимодействие между молекулами. Я не знаю, у второго курса точно не было, а у четвертого курса, может быть, был предмет в курсе молекулярной физики. Ну, какие-то там про молекулярные взаимодействия, наверное, вы уже знаете. Поэтому то, что я сейчас скажу, это будет только напоминание. Ну, во-первых, химические элементы между собой связаны с помощью химической связи. Вот когда мы говорим, надо отличать, есть химические связи, есть физические взаимодействия. Так вот, химическая связь – это совокупность сил, действующих между атомами и группами атомов, а по природе своей она может быть разной. Вот сейчас мы с вами, если вы это себе написали, кому надо, мы с вами вспомним, какие вы знаете связи, и подчеркнем, которые имеют значение вот для нас с вами, для живых организмов. Ну, первая связь – химическая, ковалентная связь. Химическая связь, которая образуется за счет образования общих электронных пар. Мы знаем, что на внешней оболочке атомов есть неспаренные электроны, а при взаимодействии система стремится заполнить эти оболочки, то есть электроны спариваются. Вот как это показано, например, вверху на водородке, спаренные электроны. Атомы, когда разделяют между собой неспаренные электроны, и электроны оболочные становятся наполненные, полные, они становятся стабильны. Вот как здесь указано. Или на природе, на примере метан. Углерод посередине четырех валентный, он может соединиться к ковалентной связью с четырьмя атомами водорода. Ковалентной связью, значит, они разделяют электроны. У углерода четыре электрона на внешнем оболочке у водорода по одному, вот они их разделены. Ковалентная связь восемь, электронная пара очень прочная. Красненькие – это электроды водорода, синенькие углероды. Ковалентная связь. Что мы для себя должны отложить в голове, это нам понадобится. Что ковалентная связь может быть разных типов. Если ковалентная связь возникает между одноименными атомами или очень близкими по своей электродрицательности значениями, то возникает неполярная ковалентная связь. Это самая самая картинка, но я думаю, понятно, когда центр тяжести протонов совпадает с центром тяжести электронного облака. Вот симметричная такая картинка, схема. Не полярной ковалентной связи. Это когда, еще раз подчеркну, атомы либо одинаковые, либо очень близкие. Если же атомы, соединенные связи имеют разную электродрицательность, различные атомы, то очень часто электронное облако сдвигается в сторону более электродрицательного атома. Видите, там написано более электродрицательный атом, это значит, что электронное облако оттянуто в сторону одного из членов пары. Такое явление возникает, когда один атом более электродрицательный сил другой имеет. И тогда что получается? Образуется молекула, которая как бы деформирована, и с одной стороны возникает локальный заряд отрицательный, с другой локальный положительный. То есть получается молекула, как бы несущая заряды. Но заряды, это не потому, что они присоединили какие-то заряженные группы, только за счет того, что электронное облако деформировано. И вот такая молекула называется диполь, то есть имеющая два полюса. Диполь, два полюса. Полярная-ковалентная связь. Это очень важно, потому что дальше, когда мы с вами будем разбирать разные вещи, мы будем все время с этим сталкиваться. Вот здесь полярная-ковалентная связь, вот здесь неполярная. То есть для себя это уложим. Связи очень прочные, кавалентные. Я все время говорю прочная, кавалентная связь. Мерой связи является энергия связи. Ну, я вот такие вещи напоминаю, потому что вы все это знаете наверняка. То есть что такое энергия связи? Это сколько энергии надо затратить, чтобы связь разрушить. То есть работа необходимая для разрыва химической связи во всех молекулах, составляющие 1 моль вещества. Это из колокольчебника физики я выписал. И вот посмотрите, какие большие цифры. Энергия связи с молекулой H2 в 400, в азотах 940 кг, в молекулу в воде, если посчитать, 428 на 2 раза. То есть кавалентные связи очень прочные. Очень много энергии надо затратить, чтобы это порвать. Ну и сразу становится понятно. Ну так ясно, а иначе быть не может. Иначе быть не может. Если мы говорим, что у нас мы с вами построены из молекул, имеющие углеродные скелеты. Где углерод соединен в эти вот цепочки прочными кавалерными связями. Ну и хорошо. А если бы эти связи были слабенькие, мы бы, может, с вами рассыпались после любого воздействия. То есть наши молекулы должны иметь очень крепкие скелеты, что и реализуется с помощью кавалерных связей. Вторая связь, имеющая значение, это связь ионная. Это тоже химическая связь, в основе которой лежит электростатическое взаимодействие ионов. Вот электростатическое взаимодействие, это уже как бы физический процесс, да? Физический процесс, который способствует образованию какого-то нового вещества. Возникает ионная связь, ну раз название иона, значит между разными ионами. Разными ионами. На самом деле ионная связь возникает не только между разными ионами, но и между разными группами. Вот если какая-то группа молекулы отрицательно заряжена, а другая положительная, между ними может возникнуть ионная связь. Поскольку ион заряжен, а диполь, как мы только что с вами выяснили, это молекула, тоже имеющая заряды, между ними может возникнуть взаимодействие ион-диполь. Вот как раз это взаимодействие лежит в основе процесса растворения. Вот мы с вами говорили на прошлой лекции, что все соли, которые попадают в водный раствор, там внутри клетки, диссоциируют на ион. Что значит диссоциируют? Вот картинка она нашла интересную. Пример диссоциации кристалла соли, обычной. Вот взял плотный сухой кристалл натрия-флора. Вот мы взяли и бросили в стакан с водой. Что начинает происходить? Начинает происходить взаимодействие этого кристалла натрия-флора с ион, с диполями воды. С диполями воды. Мы знаем, только что с вами показали, что молекула воды... А, я вам еще не покажу. Молекула воды является диполем, потому что у нее... Почему у меня этого картинки нет? Атаргус? Была картинка. Ну ладно. Потому что атом кислорода оттягивает на себя электронное облако, и молекула воды приклетает от местного отрицательного зарядного положения. Так вот, посмотрите, что получается. Диполи воды растаскивают этот кристалл. Натрий, ион натрия, положительно заряженный, он окружается молекулом воды таким образом, что между положительно заряженным натрием и отрицательно заряженным полюсом молекулом воды возникает взаимодействие ион-дипол. Ионная связь. И наоборот, анимон хлора начинает взаимодействовать по типу ионной связи с положительно заряженным концом и полюсом молекулой. И как бы молекула воды... Что значит молекула воды... Что значит вода растворяет сон? Это значит, что молекула воды разрывает связь между атомом натрия и натрием хлора. И окружает их вот такой вот оболочкой. Вот у меня нигде и написано, но вы себе отметьте и запомните. Никогда в растворе, никогда в растворе не бывает голого какого-то голого иона, ну какого-то или нету, например, голый хлор или голый там натрий. Не бывает. Всегда ионы окружены гидратной оболочкой. Гидратной оболочкой. Всегда. Не может быть, если это водный раствор, то молекулы воды, являясь диполями, они всегда будут образовывать оболочку вокруг иона. И вот это вот явление кажется такое простое. Ну это же очевидно. Это же очевидно. Это физические законы. Электростатическое притяжение иона в диполе. Казалось бы, просто. Но оказывается, что очень часто биологи не учитывают этих вещей. И я вам проведу простой пример. Ну опять же, если кто уже читал про клетку, может быть, с этим встретится, кто-то встретится в будущем. Известно, что в мембране клетки есть поры. Канал, через который проходят ионы из внешней среды внутрь клетки и обратно. И вот то, что в клетке много калия, как я вам уже сказала, много калия, а мало натрия, биологами объясняют, что очень просто. Они говорят, что размер пор такой, что ионы калия, закаченные внутрь клетки, не могут выйти через эти поры, потому что они большого диаметра. А поры маленькие. А ионы натрия легко диффундируют. Биологи же считают, что это истинные растворы, и законы диффузии должны соблюдаться. И они не учитывают самые простые вещи, чисто физические, что ион-то не голый. У него есть гидратная оболочка. И поэтому, когда мы считаем диаметр этого иона, может он пройти через какую-то дырку или нет, нам надо не вот этот диаметр считать, а вот этот, потому что это плотно связанная водная оболочка. Так вот, оказывается, что наоборот, если диаметр самого иона у натрия и калия отличается, что у натрия больше, у калия меньше, то если приплюсовать гидратную оболочку, получается обратная картина. Ион-калия значительно больше, чем ион-натрия. И все это возникает потому, что биологи не учитывают обычные классические физические законы. А мы с вами это будем помнить. Нам это с вами пригодится. Причем это же схема. Нарисована, видите, гидратная оболочка. Ну вот, рисовали 6-ти атома. На самом деле, если ион сильный, толщина этой оболочки может быть большой. Может быть, два слоя, три слоя и так далее. Значит, ионная связь. Следующая связь, с которой почему-то возникает у студентов заборочек. Ну, не знаю, почему-то они ее путают, плохо понимают. Водородная связь. Возникает при взаимодействии иона-водорода с другими электрицательными ионами или соединениями. В принципе, это та же самая ионная связь или гипольное взаимодействие. Просто один из членов связи – водород. Поскольку водород в большинстве… Это очень малоотрицательный ион. Поэтому в большинстве соединений он всегда приобретает частичный положительный заряд, вот как в молекулы воды. А говорила, что облако оттянуто на кислород. А водород он слабенький. И он всегда имеет слабый, но все-таки положительный заряд. И поэтому он легко может взаимодействовать с любыми электроотрицательными группами и элементами. Поскольку он сам по себе слабенький у него заряд, то есть связь эта водородная слабая. Ну и водородная связь слабая. Посмотрите, всего 15-20 килоджоутов. Только что мы с вами ковалентную связь смотрели, там до 1000 доходило. А тут всего 15-20. Очень слабая связь. Но тем не менее, если в растворе в каком-то существует молекулы воды, то всегда образуется эта водородная связь. Вот посмотрите, схема там нарисована электроотрицательный кислород и положительно заряженный водород. Между ними под точечками указаны, возникают водородные связи. Или вот здесь на схеме тоже. Красный шарик кислород, белый водород. Вот между ними гидроген, водородные связи возникают. Эти связи слабенькие и нестойкие. Нельзя себе представить, что они соединились, они держатся. Нет, поскольку они слабые, они не очень легко разрушаются, даже за счет теплового движения молекул. Но тем не менее, они разрушаются, снова соединяются, снова разрушаются, снова соединяются. То есть постоянно идет образование и разрушение этих связей. Когда мы говорим о водородных связях, еще раз говорю, водородная связь она называется, потому что один из членов связи обязательно водород, вот как справа. А слева эта группа мог быть всякие, разная. Вот кислород, вот азот. То есть любые части молекул или любые ионы, где есть какой-то отрицательный заряд. Вот когда мы только что говорили о растворимости, я вам и сказала, это пример именно этого, что соль растворяется потому, что диполи воды за счет образования водородных связей соединяются с ионами и начинают их растаскивать. С другой стороны, есть такие крупные соединения, которые нельзя растащить на ионах, как, например, вот здесь глюкоза. Но вы знаете, что глюкоза тоже очень хорошо в воде растворяется. Бросили ложку, она тут же растворилась. Что, значит она распадается? Нет, она не распадается. Просто глюкоза за счет того, что она тоже имеет множество отрицательных зарядов, начинает покрываться сверху от гидратной оболочки. Видите, сколько молекул воды, красной с белыми шариками, окружает черную молекулу глюкозы? Она гидрофильм, она любит воду, окружает водой. И молекула, любая молекула, пусть даже будет крупная, очень крупная молекула, если она покрывается гидратной оболочкой, она становится растворимой. То есть она уже в воде. И дальше она может дефонтировать и делать все, что будет. Следующее взаимодействие физическое. Вандербарса. Взаимодействие Лондона вандербарса. Я на самом деле физическую природу этого явления не знаю, это лучше знать вам. Но я так понимаю, что это слабое притяжение между неполярными молекулами, за счет резонансных каких-то явлений, когда части молекулы колеблются. Возникает ретенант. Я вот это просто выписала определение, опять же, из энциклопедии. Хотя вот я никогда не занималась молекулярной физикой, атомной физикой. Я думаю, что вам это понятно. Но то, что эти силы существуют, и они важны очень для стабилизации больших молекул, для образования сложных надмолекулярных комплексов, мы с этим еще встретимся. Но сейчас вы для себя отметите. Помните, когда мы многоуровневую систему жизни начинали разбирать, я вам говорила, молекулы, потом макромолекулы, потом комплексы молекул. Так вот, комплексы молекул как раз образуются за счет сил в антербальсе. Ну и, наконец, гидрофобные взаимодействия, которые тоже у студентов вызывают ряд сложностей в понимании. Хотя, мне кажется, тоже ничего особо сложного нет. Гидрофобные взаимодействия возникают между непорядными молекулами. У них нет ничего заряженного. Никакой заряженной группы у них нет. А это значит, что никаких электростатических взаимодействий или ион-гипольных взаимодействий быть не может. Что тогда получается? Что же они энергии в водных растворах? Ну, что значит энергии? Да, с водой они не взаимодействуют. Именно поэтому называется гидрофобная гидровода, фобия, страх. То есть это гидрофобные соединения, те консоединения, которые не контактят с водой, не взаимодействуют с ним. Что происходит? Это один раз на пальцах понятен, но все же не вы запомните. Гидрофобное вещество, когда вносится в водный раствор, с водой оно взаимодействовать не может. Никакой гидратной оболочкой оно не покрывается. Но тем не менее, это не индифферентное какое-то вещество. И активным здесь началом является вода. Мы только что сказали, что вода связана водородными связями, как водяная сетка. Как только вы туда гидрофобную молитву бросаете, эта сетка разрушается. Ну, чисто механически разрушается. И она снова пытается образоваться. Но когда она образуется снова, процесс идет таким образом, чтобы уменьшить площадь поверхности соприкосновения вот с этими гидрофобными молекулами. И молекулы начинают сбиваться в агломератах какие-то. Это может происходить в двух видах. Вот первое вы знаете сами. Образование пленки на воде, когда вы носите, как вы даже масло налили, у вас эти масляные пятна возникли на поверхности. Откуда они возникли на поверхности? Совсем не потому, что масло легче воды. Оно не легче воды. Если вы возьмете стакан масла, стакан воды, взялись, то у вас масло даже тяжелее. Не поэтому масло всплываешь, а потому что вода выталкивает липидные молекулы, потому что они гидрофобные. Вот на поверхность, чтобы уменьшить площадь соприкосновения. Либо, если поверхности нет, эти молекулы начинают собираться в агломераты какие-то, слипаться, чтобы соприкосновение с полярным растворителем было наиболее. Вот эти взаимодействия, еще раз повторяю, те, которые мы должны хорошо представлять. Как только мы дальше в химии будем с вами разбираться, нам понадобится вспомнить вот эти четыре связи. Про связи мы с вами поговорим. Давайте сейчас сделаем маленький перерыв, и потом начнем с темы, которые мне лично очень нравятся. Да. Перерывом делать или не будем, а... А, я еще хотела кошки посмотреть. И... Будем делать? Ну хорошо, идите, блядите. Я думаю, что мы сделаем, знаете, контраст с пятого. Я выясню, можно ли так. На маленькое, вам хватит одной. 45 минут. Поэтому, может быть, первокласса, да, чтобы... 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 Чтобы читать, не было, напишем. А вас отпущу, быстро нужно проверять. Чтобы быстрее закончиться. У меня панов не пустил. Я пошла на пакет. А у меня есть... Телефон. Современные проблемы. У тебя. Ну, там черновка, а сегодня пановка, что-то, где-то... Ну, и как-то пришла. У меня пришла. У меня пришла. Я на 20 минут. Включаю. Включаю. В смысле, я одна. Нет, не знаю, не включаю. Ты поедешь, как-то. Ну, там. Ну, кто у нас еще гуляет кто-то или уже можно зачитать? Я к нему, я к нему. Мы говорим, что две струклисти. Первый углеродный скелет и все эти связи, которые углеродный образует. И второе, вода. Вода. У нас жизнь без воды невозможна. У нас известно, что, по крайней мере, по классической кинологии, жизнь вышла из воды, происходит с водой в воде, основные процессы. В общем, без воды жизни невозможно. И поэтому, как бы, хорошо бы представлять, что это за это соединительное такое вода. Ну, кажется, чего проще? Аж два луна, только что рисовая. Атом водорода, вода, кислород, вода водорода. И все. Ничего проще быть не может. Даже гуманитару спросишь, что такое аж два луна. Многие скажут, что это вода. Однако, оказывается, что это очень необычная субстанция, очень необычное вещество. Именно поэтому мы с вами сначала рассмотрим аномальные свойства воды, его строения. Потом посмотрим, что это понятие такой свободы и связанная вода. Ну, и поскольку у нас биология общая, выясним значение этих аномалий для жизни живых организмов. Но то, что вода, важная составляющая среды нашего обитания, показывают следующие цифры. В различных органах от 70 до 90 процентов воды. Конечно, это цифры примерные. У разных организмов они разные. Известно, в женщинах воды, например, больше, чем в мужчинах. В детях, естественно, значительно больше, чем в стариках. И так далее. Также разные органы тканей содержат разное количество воды. Ну, вот посмотрите, кровь 92 процента, объемная доля вода. А, например, в зубной мари всего 0,2 процента. Она есть, но всего мало. Ну, вот есть целый пеньки наших органов. Нам это понадобится в одной теме. Вы не переписываете просто так, посмотрите, кто больше всего, кто больше. Видно, что некоторые органы имеют много воды. Мозги, кровь, мозги. Вода находится 70 процентов внутренних клеток, 30 процентов в внеклеточной среде. Вот вода крови, это внеклеточная вода. Это плазма крови в внеклеточной клетке. Ну и, может быть, 8 процентов плазма крови, и по 2 процента внеточная жидкости такая. Понятно, внутри организма вода имеет значение не только, потому что она содержится внутри живых организмов. Но вода важна как среда обитания. Мы с вами картина живой природной среды полного общего. Масса животных и растений, которые живут в воде, как мы живем в воздухе на поверхностной планете, как многие живут в воде. И, конечно, свойства воды им важны как свойства их дома. Вот, чем больше воду изучают, тем больше она приносит сюрприз. Вот это цитата новинского ряда Альберта Сея-Герди, который занимается массой различных проблем, и часто биоэнергетикой. Так вот, он обратил внимание, что про воду как-то изучают или вообще про нее говорят физики, химики. А вот биологи вообще не упоминают про воду. Даже если вы возьмете учебники биологики, где читали, там про воду вообще ничего будет сказано вообще. То есть они, ну, не думаю, ну, вода и ваза, растворили и сон, и все. Но на самом деле это не так. И поэтому Сея-Герди сказал, что мир воды – чарующий и фантастический мир воды. Очень-очень много заданий. Вот сейчас посмотрим, какие же такие загадочные свойства и все-таки. Ну, вот посмотрите, таблица Менделеева, да? Вот у нас шестая, шестая группа. Сверху у нас кислород. Сверху у нас кислород, ниже селен, а сера, кислород, сера, смотрим по праву, дальше селен, тилур, ну ладно, хватит. Так вот элементы шестой группы могут соединяться с двумя атомами водовыми. Как это происходит в пакете? Это двухваленовый элемент. И образуется гидрид. Вот смотрим, кислород, сера, селен, тилур. Ах-2О, Ах-2С, 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 Ах-2С и Гидрид. С химической точки зрения эти соединения являются жидкостьями. Жидкостьями. Вот гениальность таблицы Менделеева, напомню, вы это знаете, состоит в том, что Менделеев вот так все это расположил, что элементы расположены в одной группе очень похожи по своим свойствам. Кислород, сера, селен, тилур. Это первое. И второе, что если у них есть какое-то свойство, то в этом ряду оно изменяется монотонно. Монотон, вот, например, монотонно увеличивается атомный эффект. Или монотонно изменяет сила связи между протоном и между атомом веществ, водорода и элементом шестой группы. Монотон. Вот теперь смотрим. Это все жидкости. Какие-таки физические характеристики есть у любой жидкости? Вы точно знают. Ну, вот какими характеристики мы всегда можем ее характеризовать? У нее есть две характерные точки. Это точка замерзания и точка кипения. Почему? Потому что жидкость – это фазовое состояние вещества. И любая жидкость может существовать в трех видах. Фазовое состояние – это твердая, жидкая и газообразная. Да? И переход из одной фазы в другую характеризуется точкой. Переход из твердой фазы в жидкую точку плавления. Переход из жидко-газообразной – точка кипения. Итак, поскольку это вы же сказали, что все цветения, свойства, и в частности температуры точки кипения плавления в ряду изменяются монотонно, можно сделать вот так. Вот периодические системы, вот телур, вот селен, вот сера, вот кислород. И значками обозначено кружок точек кипения в квадрате точка плавления. Вот, посмотрите, у телура точка кипения, я сюда не вижу, вот там 0 градусов, точка плавления – там минус 50. И монотонно эти температуры понижаются. Поскольку Менделеев был гениальный, и это все правильно соблюдается, мы автоматически аппроксимируем там второй период старого кислорода и получаем. И получаем точку температура кипения в квадрате минус 70, температура таяния или замерзания минус 100. Вот что мы получаем, исходя из теории Меделья. А так нет, таблицы Меделья, а она еще никого не обманывает. В действительности же мы имеем совсем другие характеристики. И вот этот вот пример нам наглядно показывает, что вода – это необычная жидкость. Это жидкость какая-то, аномалия. Видите, вот там в сети, в сети, в сети, в сети. А вода – это какая-то жидкость аномалия. Вот для того, чтобы понять, почему там происходит, какое значение это именно для жизни, надо посмотреть, во-первых, как у нас молекулы воды устроены. Ну, здесь много всего я нарисовала. Тут главное понять то, о чем мы уже говорили. Атом кислорода – два атома вода. Связь, которая образуется между этими элементами – это ковалентная связь, причем связь – полярная. Во-первых, ковалентная, вот прочная. Во-вторых, она полярная. И вот молекулы имеют вид такого тетрада, который имеет разные полисы заряда. Один полис заряда отрицательный, второй положительный. Регионное облако, где параметры уже. Ну, про это мы с вами уже говорили, это я просто повторяю. Это я сейчас пролистаю, вот у меня. Вот он, непольный. Вот вода. Депольный. Нет, так он схематично, можно указанно представить. Поскольку мы знаем о существовании непольного взаимодействия, мы должны себе раз и всегда забыть. Ковалентная вода всегда за счет непольного взаимодействия соединяются друг с другом. Слабенькая, слабенькая водородная связь. Однако, вот она слабая водородная связь. Одна, в объеме, речь идет об объемной воде, в объеме. Вода всегда соединена в ассоциаты. Другое дело, что ассоциаты могут быть разных типов. Вот слева указана сетка упорядочения молекул в жидкой в базе воды, в обычной объемной воде. Вот всегда существует вот такая сеть между молекулами воды. Она характеризуется своими параметами тому, угол отклонения ее, количество. Считается, что одна молекула воды может образовать вокруг себя четыре молекулы. Ну, по количеству атомов. Малентности углероза. Также, вот видите, как четыре углерода, четыре молекулы воды в крокодной. Все это вот как бы одна матрица, один шаблон. Ну, сетка. Значит, напомню вам, что сеть – это непрочная. Она постоянно образуется и разрывается. И было посчитано, что время жизни, вот одной водородной связи в воде при 25 градусах Цельсия, то есть, ну, чуть больше комнатной температуры, составляет 10 минус 11 секунды. То есть, очень коротенько время жизни, но тем не менее, они все время образуются. А вот справа приведен пример типа ассоциатов, когда гидрофобная молекула попадает в раствор воды. Вот вы бросили одну какую-то гидрофобную молекулу, то вода образует вокруг этой молекулы, она не соединяется с ней. Она образуется как бы гидрофобную оболочку. Их называют плотратами. Плотрат. Вот такая вот так раковина, изолирующая эту молекулу, уже вот молекул воды, которые стоят дальше. И видите, тут образуются двойные связи. То есть, все-таки бы одна связь, двойная, двойная водородок, куда и соединенная с гидрофобной молекулой, а тут она замкнут. И так вот ничего вроде бы сложного. Молекула воды, полярная, которая может взаимодействовать друг с другом и с другими веществами. Но вот эта вот молекула воды, эта субстанция, обладает массой свойств, некоторые из которых имеют принципиальное значение для живой природы. Вот только эти свойства мы с вами и разберем. Ну, во-первых, вода – это хороший растворитель. И только что говорили, что вода, любые соли, ионные соединения, которые попадают в воду, они диссоциируют на схему рисования. Любая соль диссоциируют на анион и катион. Хорошо растворяются? Тоже картинку я вам показывала, я ее не повторяю. Когда ион варит натрия, растворяются в воде, то есть эти ионы растаскиваются за счет непольных взаимодействий. Или вот эту картинку тоже повторяю, глюкоза, она не распадается, но тем не менее окружается гидратной ополочкой и таким образом становится очень хорошо растворительным, потому что уже от эти молекулы, воды, которые покрывают молекулы глюкозной глюкозой, они взаимодействуют с молекулами объемной воды. Отличный растворитель. Какое это имеет значение для жизни? Во-первых, растворенное вещество более реакционно способна, потому что кристалл соли сухой вряд ли вступит в какие-то химические реакции. А в клетке большинство биохимических реакций происходит в водных растворах. То есть вещество надо сначала раз, два и все. Это первое. Второе. То, что вода хорошая растворительность, обуславливает ее функцию как транспортировка вещества. Вот все вещества, которые у нас переносятся в организме в виде растворенных крови, лимфи, секретов, слюни, сопли, слезы, что угодно, в пищеварительном тракте, в пищеварительном соке, это все водные растворы. Водные растворы старые растворы вещества. И они перетекают, доставляются с одного места в то место, которое вам нужно. То есть все транспортные функции выполняются в организме водой именно за счет того, что оно очень хорошее растворитель. Но теперь мы спрашиваем себя, хорошо, вода растворительность, но ведь масса молекул гидрофобных существ, которые не взаимодействуют с водой. Во-первых, есть полости молекул, которые не взаимодействуют с водой. Мы немножко ниже будем, проходите это. Во-вторых, есть молекулы, части которой гидрофобные, части гидрофибные. Что происходит в таком случае? Вот здесь я вам привела очень важный пример. Он у меня будет в одном месте повторяться, но вроде не нормально сейчас. Вот я привела вам молекулу белка. Это большая длина, макромолекула, я вам распределила, которая по своей длине несет массу самых разных душ. Их называют радикалами. И эти радикалы могут быть заряжены, ну какая-то группа заряженных, а может быть незаряженные. То есть не из-за заряженных. И вот они разным цветом показывают. Заряженные, просто палочка, черный квадратик, это незаряженные группы. Вот как только такая молекула попадает в водный раствор, что происходит? Вода начинает взаимодействовать с заряженными группами, с этими палочками. И отталкивать от себя, как-то пытаться избежать контакта с гидрофобными, неполярными группами. И тут же вот эта распрямленная молекула белка сворачивается в глобу. Причем она сворачивается таким образом, чтобы все гидрофобные концы спрятать внутрь. И что получается? Получается, маленькая глобула белка очень плотно упакованная, все гидрофобные спрятаны внутрь, а все гидрофильное взаимодействие с водой наружу. Значит, снаружи, снаружи эта молекула может покрыться гидрофильной оболочкой. И таким образом моча легко транспортироваться хоть в крови, хоть в слезах, хоть в гидрофильной. То есть вода играет роль стабилизации, стабилизирует многие структуры. Мы, конечно, еще и немножко поговорим. Но вот эта картинка вам тоже рассказывала и показана, что молекулы агрегируют и образуются отдельные фазы, фазы нерастворимые и фазы жидкие. Возникает, что очень важно, поверхности раздела от агломератных гидрофобных печей и водная среда. Для биологии, для жизни клетки, имеют принципиальное значение. Потому что большинство реакций идут не просто в растворе, а им обязательно нужна граница. Обязательно нужна граница. Типа мембрана. И только на этой границе, на поверхности раздела происходят химические реакции. Поэтому, конечно, очень важно. Поэтому вот подытоживание свойств воды как растворителя для жизни. Просто то, что я сговорила. Клетки, большинство реакций идут в водных растворах. При растворении реакционная способность возрастает, стабилизируют многие макромолекулы, способствуют образованию поверхности раздела, что очень важно, и служат транспортной средой для переноса веществ в организм. То есть, как растворитель, вода очень важна. если бы вода не обладала такой способностью, вряд ли она была бы основой нашей жизни. Тогда возникает вопрос, а все вообще, когда мы говорим о транспорте, а как же полностью гидрофобные молекулы могут транспортироваться лепит жив. Но он же тоже как-то у нас транспортировался должен. Вот он образовался где-то, а его надо доставить в другом месте. Транспортная магистраль одна, кровь. Что придумала природа для того, чтобы транспортировать лепит? Лепит. То есть гидрофобные мальчиков. Образуется комплексы, которые называют липопротеиды. Потом вам будет это понятно, мы с вами с этого вернемся. Липопротеиды, липожир, протеид, белок. Образуются вот такие глобулы. Выключите, смотрите, что там. Образуются глобулы, причем они образуются примерно так же, как сворачивается белок. Все липидные молекулы прячутся внутрь, а белки с гидрофильными поверхностями окружаются. И образуется липид, который уже легко взаимодействует с водой и может транспортироваться. Вы все прекрасно знаете по литературе, что бывают такие патологические случаи. Эмболизм. Когда человек погибает, например, от воздушной эмболии сосудов мозга, инсульта. зеркоза попадает и закупоривает сосуды. Или попадает в сосуд сердца, образуется инфаркт. Кроме воздушной эмболии есть такое понятие, как жировая инфаркция. Это очень приятный фактор риска при липосакции. Когда жир откачивают, его же как откачивают, потому что сначала он разжижается, его начинает откачивать. При зроблении жира образуются очень мелкие капельки жирового. И если при этом повреждается или лопается какой-то кровяной сосуд, эта капля жира может попасть в кровяной сосуд. А она имеет совсем никакой -то просто капля жира, которая с водой не растворяет. И вода несется током крови, не изменяясь по сосуду и где-то какой-то сосуд может запустить. Так вот в природе никогда в нормальных условиях произойти не может, потому что жир переносится не в голом грибе, а именно покрыти с такими белковыми оболочками делает капель жир растворение. Ну а воде жир а геологически в земле следующее очень интересное свойство воды это теплоемкость. Теплоемкость. Вы как видите знаете, теплоемкость. Количество теплоты, которое необходимо для поднятия температуры одного килограмма вещества на евро. Определите силу теплоемкость. Вот для подавляющего числа веществ жидкости может кислотность теплоемкость после плавления увеличивается. Видите ступенька вверх после точки плавления увеличивается. Ну немного. Совсем не намного. Где-то процентов на 10. Затем ну почти держится на одном уровне снижаясь ну совсем немножко. и дальше когда уже водяной пар образуется после кипения это особая история. Но самое главное что во всех жидкостях теплоемкость возрастает чуть-чуть ну и потом она как-то плавно падает. Что у нас происходит с водой? А у воды у нас происходит скачок теплоемкости скачок теплоемкости и что очень большой скачок теплоемкости вот на сколько с 8 до 9 до 18 2 раза происходит скачок теплоемкости это 10 процентов 2 раза это 200 процентов ну и затем несколько снижается такое значение биологическое совершенно очевидно и вот почему организм чувствует себя нормально в каких-то оптимальных температурных условиях внутри я имею в виду ну и снарус как же многие процессы идут в очень узком диапазоне температуры ну и вообще мы комфортно себя чувствуем даже есть такое понятное температура комфортно и вы знаете что зима на улице лето на улице у нас 36 6 ну так калибарейки очень маленько спрашивается как же так каким образом организм способен поддерживать такой узкий диапазон температуры когда летом жарят 40 градусов мы ходим голышом ничем не защищенным оказывается большую роль в этом имеет именно теплоемкость водой для того чтобы поднять температуру внутри наших клеток нужна очень 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 и поэтому любые температурные воздействия которые показывают воздействия температурные партнеры они очень мало сбегают температуры 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 и терапевтируют 2 3 свойства воды имеющие ввиду имеющие отношение к теплу это теплопровод мировые способности теплоты распространяются то физическое свойство физическое измеряется вата на метр и градус вода цифра 06 07 для сравнения мелкими буквами там написано я прочитаю железо 92 воздух 0026 а дерево 015 ну а вода 06 07 мы видим что у воздуха очень низко у железа очень высокая да вы знаете интуитивную теплопроводность вы никогда не хватитесь голой рукой за раскаленную сковородку вы всегда возьмете либо деревянную с зубом от с львием в С continuи без вода используется вы знаете Если кто-то из вас будет строить дом, когда утепляет существующий дачник, то вы будете выбирать какие-то теплоизолирующие использования. Мне очень понравилось, я прочитала в каком-то строительном журнале, когда как раз в прошлом году строила домик, прочитала характеристики теплоизолирующих материалов, и прочитала, мне понравилось, было написано, что самый лучший теплоизолятор – это хорошо упакованный сухой воздух. На самом деле, если какое-то вещество внутри себя держит очень много сухого воздуха, очень хороших теплоизоляторов. Так вот, посмотрим. Вода 0,6-0,0. Довольно высокая теплопроводность. То есть вода быстро проходит тепло. Вот здесь справа я привела вам значение коэффициентов теплопроводности разных тканей. Для чего? Для того, чтобы вы посмотрели на цифры и вспомнили вот ту первую табличку о содержании воды в тканях. Посмотрите, чем больше ткани, тем больше ее теплопроводность. Ну, мы говорили кровь, да, кровь, вот, третья снизу. Кровь больше всего содержит воды. Ну, и теплопроводность 0,7, так же, как в воде. А, например, жировая клетчатка – мало, или эпидермис кожа. Теплопроводность низкая – 0,15, как у дерева. Там, у дерева 0,15. И понятно, что в этом тоже есть смысл. Нам не надо, чтобы кожа была теплопроводной, когда она будет обжигаться. Так, она все-таки пресекрасна. То есть теплопроводность у воды большая, у ткани, которые имеют много воды, тоже большая. И это имеет принципиальное значение для функционирования. Почему? Да потому что многие реакции, которые идут в организме, они идут с поделением тепла. И вот, представьте себе, в клетке идут химические реакции, выделяется тепло. И что? Клетка перекрылется и разрушится. Однако, за счет того, что вода очень хорошая теплопроводность, теплопроводник – это тепло отбудется. И таким образом, сосудочные повреждения у нас отсутствуют. И, наконец, сейчас, посмотрю. Последнее свойство, которое имеет отношение к теплоте – это большая теплота испарения. Это последнее, что мы сегодня посмотрим. Большая теплота испарения. Удельная теплота испарения. Количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы перевести из жидкого состояния возобразно, 1 килограмм. Посмотрите, теплота испарения ватт – 240 килограмм на килограмм. Очень большая вода испарения. При испарении с поверхности тела, при испарении с поверхности тела, вода испарится, забирая энергию. Помните, мы с вами говорим, что энергия не считает, не берется, неизвестно откуда, а только перевоспределяется. Для того, чтобы воду испарить с поверхности тела, нам нужна энергия. Откуда нужно? Да и изнутри своего тела. То есть при испарении организм теряет тепло, то есть охлаждается. Причем за счет того, что вода имеет очень высокую теплоту испарения, получается замечательный эффект. При испарении даже маленького количества воды мы теряем огромное количество тепла. Или наоборот, скажем так, для того, чтобы охлотить организм, нам надо испарить совсем немного воды. То есть воду мы не потеряем. Нас не будет доли. Итак, благодаря трех свойствам воды, которые мы только что разобрали. Теплоемкость, теплоепроводность, теплота, искорение, вода, участка, терморегуляция. Запомните, в тесте там есть какой-то вопрос. Какие свойства воды участвуют в терморегуляции? Вот на этом мы сегодня закончили, но даже вы сейчас уже на том, что я вам рассказала, поняли, насколько важен физический свойство воды для жизнедеятельности. А почему вода обладает такой теплоидностью? Господа, вы не могли бы периода ждаться, а? Как не стыдно вам. Время теплоидности и теплоидности и теплоидности мы на следующем занятии спорят на верхность. Так вы не мешайте пущебному процессу, как вам вообще? И в следующий раз посмотрим эти ролики, они как раз по смыслу нам понадобятся, но постараемся.